Здоровая любовь Не хотят себя полюбить Любовь вообще относится к эмоциональной сфере Это не может быть ни рассудочное что-то, ни рациональное, ни тем более интеллектуальной установкой Но интеллектуально установить можно поведение, поведение любящего себя человека Например, есть люди, которые не могут сказать нет, они не могут отказать, да? Мы знаем таких людей Знаем Мы думаем, что они очень хорошие, на самом деле они не очень хорошие Они не могут пережить, что они кому-то не нравятся Это заставляет их соглашаться на все Они не могут пережить, что кто-то скажет, что он мне отказал, я вообще не хочу с ним больше иметь дело То есть я его не люблю Вот ради этого они идут на то, чтобы делать даже то, что им не нравится Ну, разве человек такой не может быть счастливым? Нет, конечно, он же жалуется, что на мне все ездят, я за всех одна Ты сам же говорил о том, что есть женщины, которые любят, когда их мучают Есть мужчины, которые страдают от похмелья и наслаждаются этим процессом Мы говорим о больных людях, да То есть это просто признак болезни Это невроз, конечно А человек, который себя любит, человек, который в себе уверен, он ведет себя так, что ему всегда комфортно А если ему не нравится, он скажет, нет, я этого делать не буду Так вот установка интеллектуальная в том, чтобы хотя бы думать о том, что ты делаешь А поймать себя в тот момент, когда ты не хочешь этого делать Или когда тебе не нравится ситуация Но ты по какой-то причине молчишь или соглашаешься В этот момент головой сказать, что я сейчас делаю Дальше все-таки взять себя в руки, отказаться от этого, сделать по-своему И вот так тебе придет постепенно любовь к себе Хотелось бы узнать, как аудитория себя чувствует И, кстати, это повод для вас задуматься об этом Как вы думаете, любите ли вы себя? Вот вы для себя этот вопрос определили, любите или не любите? Есть, конечно, люди, которые точно определили Когда они в блоге пишут, я себя ненавижу Наверное, они уже определились со своими людьми Вот тут, кто писал, я люблю себя Этот человек определился Он ответил, да Он, да, он сказал, что он себя любит Есть разные все-таки сферы А ты знаешь, когда приходят люди в консультации Многие из них в процессе разговора вдруг спохватываются И говорят, ну, а я же себя не люблю, значит Как бы такой вопрос То есть человек понимает, что его действия Это действия, которые себя не любят Вот не дали, как сегодня Была женщина на приеме И она привыкла не говорить то, что ей не нравится Особенно, когда это, там, мама ее С ней разговаривает Или родственники После чего она взрывается И, естественно, когда у нее внутренний конфликт Она слушает то, что она не хочет А потом она выдает то, что ей раздражение-то растет Она же не хочет это слушать Она выражает, говорит Знаете, Михаил, вот я так всегда себя веду С близкими людьми Это правильно Зачем их обижать? Я говорю, а не надо их обижать А вы просто скажите Там, мама, ты знаешь, я об этом говорить с тобой не хочу Мне эта тема неприятна Она говорит, а зачем маме-то хамить? Я говорю, слушайте, а вы себя кем считаете? Будет терьером, который только в наморднике ходит? То есть в вашем понимании Если вы говорите о своих чувствах Вы уже хамите? То есть вы не говорите, что мама плохая Вы это о себе Я не хочу это слушать Там, мама, пожалуйста, не грузи меня Я не хочу А вот я про себя скажу Когда мне на какое-то мое, не знаю, ну не претензию На какое-то мое восказание говорит Ой, не грузи меня Меня это все-таки обижает Я, конечно, перестаю грузить Не грузи меня, да, тут ты права Тут, понимаешь, что ты делаешь? Ты другому человеку обращаешься Но вернуться к тебе, если То ты говоришь, я не хочу Я не хочу это слушать И то, что ты делаешь, что-то не так И вдруг она говорит, эта женщина Я тебе, значит, не люблю Я себе не доверяю Я считаю, что я вообще хамка по жизни Раз я так всю жизнь себя веду Что я все время терплю А потом люди не терпят всю жизнь Запомню это Они взрываются в конце Это же известно, что бунт рабов Он особенно тяжел По поводу того, что хотят близкие А что хотим мы Может быть, вопрос от Муслима Был вроде бы не по теме Но на самом деле к нашей теме он относится Мы с моей девушкой решили жить вместе И переехали в другой город Тут неожиданно возникли проблемы в сексе О бытовых я не говорю Она хочет каждый день И несколько раз в день А мне двух раз за глаза достаточно Она хочет ночью А я ночью очень хочу спать Если начинаю уклоняться, она обижается Как вы думаете, по вашему опыту Можно ли решить эту проблему и остаться вместе? Еще раз, девушка хочет каждый день А он сколько хочет? Он хочет меньше, чем она хочет Она хочет несколько раз в день А он пишет, сколько он пишет? А ему двух раз достаточно В день? Да, видимо, да Ну, как Муслим, да Муслим решил просто похвастаться? Не знаю, не знаю Такую интересную историю Всякое бывает Значит, есть, конечно, на первых стадиях совместной жизни Разница в темпераментах сексуальных Но обычно, когда люди живут хотя бы год вместе У них эта проблема исчезает Если, конечно, мы не говорим о том, что жена в принципе хочет секса А может, в принципе, не хочет секса Тогда она не исчезнет Ну, такая вещь, как разница биоритмов Если он говорит, я ночью очень хочу спать К нему, извините, пристают ночью, а он очень хочет спать Есть такие люди? Оль, значит, дело вот в чем Люди, которые любят друг друга, у них нет таких проблем Насчет дня или ночи Это выражение их конфликта, как правило Но смешно другое Что Муслим решил просто, чтобы люди Вот, дайте скажем об этом Чтобы многие люди знали Что Муслим два раза в день сексом занимается Но и жене мало Муслим, я думаю, в следующий раз напишите три раза в день Я обязательно расскажу И вам будет приятно Ладно И к себе, которые становятся очевидны для окружающих Ну, у меня есть на этот счет иллюстрации Были и пострашнее Но я выбрала вот эту, вполне такую позитивную Ну, совсем не позитивную Ну, я тебе скажу честно Все, в принципе, хорошо Кожа в хорошем состоянии Все вроде бы спорт На свежем блоге Ты помнишь, у вас в прошлой передаче были татуировки Это продолжение темы татуировок Значит, это жуткое неприятие себя Татуировки, это цветочки были Вот это патологическое неприятие себя Но это же болезнь Это болезнь Человек себя не принимает Как правило, ну, это анорексия А предыдущая стадия психического заболевания Это я толстая Что такое я толстая? Я себя не люблю Но самое главное И это внешность, да То есть меня еще другие не любят Меня никто не принимает Здесь, ну, сначала ты себя не принимаешь А ты другие не принимаешь Вот результат Человек доводит себя до Ну, это уже такая И дистрофия, естественно И, видимо, она анорексичка И, к сожалению, это то же самое Что мы тоже обсуждали Нож хирурга Когда тебя режут Когда тебя увеличивают И мешают части тела То есть, Миша, это вот нужно проговорить Здесь обязательно Потому что вот такая история И история с девочкой Барби Которая удалила себе рёвок Да, да, да Разрез глаз изменила И вроде бы выглядит как куколка Она на самом деле Внутренне Точно такая же У нас есть звонок Мы готовы его послушать Алло, здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте, Сергей Меня зовут Очень приятно В общем, приятно ваш вопрос Да, Михаил Вот интересно У меня разворачиваются события в жизни Где-то, наверное, годам к 35 Ну, собственно, к нынешнему своему возрасту У меня как-то изменилось отношение к женщинам То есть, если я раньше смотрел на них Как на хороших там подружек Там для секса Ещё для чего-то То к этому возрасту захотелось Завести семью Каких-то серьёзных отношений И вот в этот самый момент Трук выяснилось Что женщины перестают Как бы относиться к тебе, что ли, по-серьёзному То есть, знакомишься с одной Она, вроде бы, всё нормально Встречаешься какое-то время Потом она говорит Извини, мы друг другу не подходим Знакомишься с другой Она говорит Ну, я слишком молода для тебя Тебе со мной будет не о чем поговорить Знакомишься с третьей Ну, вот, извини, пожалуйста Я лесбиянка Я на самом деле И так далее Вот до бесконечности Происходят почему-то Друг за другом Такие ситуации И ты просто начинаешь терять веру в себя Если уж говорить о том Любишь ты себя или не любишь А как можно любить себя в такой ситуации? Сергей, я правильно вас понял Что до 35 лет Все вас звали в брак А вы только погуляете? Ну, может, не все Но, по крайней мере, женщины Появляли ко мне Интерес к потенциальному Мужу Ну, а я еще в тот момент Как-то этого не хотел совсем Спасибо вам за вопрос Вопрос интересный Насчет любви Хотя это не имеет прямого отношения К вопросу Я отвечу Когда женщина Не реализует Твои матримониальные идеи То она просто таким образом Как считает Сергей Понижает твою самооценку Она тебя серьезно не воспринимает Это, естественно, понижает самооценку Естественно, это Как вот Сергей Прошу себя любить после этого Тяжело Но Почему так происходит? Потому что Сергей Видимо, сам того не замечая Продолжает с ними общаться Как с подружками Они понимают, что это не серьезно И когда он говорит Что, а давай поженимся Они, ну, не думают, что он серьезно К ним относится И соскакивают Говорят, не-не-не Я молодая Я лесбиянка Лесбиянка Это грубый, конечно Нет, ну, мало Все в жизни бывает Ну, как способ Как способ уйти от отношений Я имею в виду В этом смысле Но, тем не менее Даже если предположить Что Сергей Не зовет их всех под венец А просто отношения Как-то заканчиваются И одни с другими Прямо рвались Для Сергея замуж выйти До тех пор Пока он сам не решил Это сделать А с чем это связано? Человек посылает Некие флюиды Я прошу прощения Я однажды дала Психологическую консультацию Своей подруге Она чуть моложе меня была Она Я-то, в общем, тоже была Честно говоря Не очень взрослой Но она говорила Что-то вот у меня Что-то не складывается Как-то вот все Вроде все вокруг Полно мужчин Но как-то вот Предыдущее отношение Закончилось Что-то хочется другого И вот хочется замуж Я говорю Ты фонарь-то со лба сними Зеленый Который у тебя там горит И говорю Просто расслабься В какой-то момент Перестань искать мужа уже наконец Потому что от людей отпугивает Это ненормально Он к тебе подошел Попросить спичку А у тебя вот это в глазах Ну, наверное Такая же история с мужчинами бывает? Во-первых, бывает Но не в России В России женщины хотят замуж В России женщин больше, чем мужчин И только что говорит Сергей Ситуация Здесь, конечно, ненадуманная Связана с тем Что он продолжает выбирать Себя таких подружек А Ведь еще в выборе вопрос Слушай, извини меня Вот самая большая такая шутка В молодежных эмористических передачах Типа Comedy Club Называется Найти мужа в ночном клубе В ночной клуб Нельзя мужа найти Туда ходят за другим Не за мужем, да Но есть люди, которые упорно Девушки Обычно приезжие из Москвы Туда ходят В надежде встретить мужа Они в лучшем случае Встретят там секс в туалете В этом клубе Даже не выходя Из помещения клуба Это уже более серьезные отношения Персекс дома Так и здесь может быть То есть Сергей сразу По привычке своей Знакомится с теми женщинами Которые вообще не собираются Выходить замуж Которые вообще не для серьезных отношений Более того Вот он сейчас сказал В частности там А я молодая для тебя То есть если женщине Скажем лет 30 Она скорее всего хочет замуж Надо выбирать Не таких молодых Да Она не хочет замуж Выборе Проблема очень большая В выборе стоит По поводу По поводу Любимого мужчины Я вот что еще хочу сказать Насчет женщин Которые в какой-то момент Как раз с возрастом Перестают хотеть замуж Когда они понимают Что конструкция Вот этой вот Совместной жизни Она не в их пользу Ну такая вот В обществе сложившаяся Есть прекрасная иллюстрация Которую я просто Вот я увидела И подумала Что это как раз Про идеальную любовь Сейчас нам ее покажут Потому что мне кажется Что и мужчинам И женщинам Изначально положили Некую схему Вот Вот он зайчик В памперсах Вот она в костюме Можно сказать Медсестры И вот это счастливый брак Нет Ни одна женщина Не хочет быть мать Для своего Хотел сказать ребенка Для своего мужа Нет Конечно она не хочет Но она предполагает Что это необходимо Для того чтобы выйти замуж Вот это очень известная история Когда Женщина выходит замуж Для инспантильного парня И она все дома решает На ней весь дом Она даже зарабатывает Меньше на нее Вообще не работает И она не чувствует Что она с мужиком живет Ни одна женщина Этого не хочет Ну то есть Есть какие-то патологические Люди Но как правило Они просто боятся Сильнее себя Это тоже патология Нормальная женщина Конечно хочет мужика рядом Вот мне это точно Да Но ты права в том Что сейчас много таких браков Я тебе могу Хочешь ты при себя скажу Я не умею водить машину Тебя это очень украшает Так мило Я помню Что один раз Когда с девчонкой познакомился Она тоже не умела водить машину Я заржал И сказал Пренебрежит Это первая игра в моей жизни Который меня возить не будет То что все остальные меня возили Вот Почему так Россия Все мои подруги Они всегда И не просто умели водить У них еще и машина была И я чувствую Что это нормально И когда я однажды Строитель который не умеет Водить машину Прям напрягся Что такое Не знал что делать дальше Да Поэтому это здесь вот так Да Здесь она вот так Возвращаясь к любви к себе Ты говоришь Человек хочет Человек не хочет Да Делает то что хочет Мужчина хочет Чтобы за ним Женщина ухаживала Он ищет себе Соответствующую подругу Чтобы она взяла на себя роль мамы Например Или Ну там Ну сейчас Инфантильный мужчина Он же здесь Видишь как изображен С пальцем во рту Выбрасываем его Не считаем его за человека Как тебе сказать Он может тебя изменить Разбрасаешься А то есть Этого берем Берем конечно Потому что он Выгодно отличается От алкоголиков И наркоманов А еще он выгодно Отличается И тех Которые будут морду бить Раз в неделю По выходным Перед обедом А еще Отличается от того Что он будет И деньги свои Домой Не носить И еще твои Забирайте И я тебе список Сейчас продолжу А еще Который ничего не хочет В жизни И пока ты там Делаешь карьеру Или получаешь образование Он продолжает смотреть Футбол с хоккеем И так далее На этом фоне Это просто Божий одуван Бери И не стесняйся Ну хорошо А вот Каково быть смыслом Чьей-то жизни Ведь Опять же Когда мы понимаем Что мы хорошие Мы замечательные И нас не удивляет То что все нас любят И хотят на нас там Жениться И все остальное Мы легко идем по жизни С этим расстались Ну значит сейчас найдется Следующий Никакой самооценки От этого не падает Все прекрасно Мужчины как троллейбус Сошел один прием Конечно Я кстати говоря Никогда вот Ну то есть я не помню В своей жизни Моменты Когда мне надо было Что-то искать Вот всегда Ты красивая Молодая Что тебе помнить Об этом Ну наверное Не знаю Я во всяком случае Сюда считала Что это не проблема Может быть где-то Женщины больше Дорогие женщины Вот вы слушайте Олю Здесь дело не только Во внешности Дело в том Что Оля в себе уверена Поэтому у нее так Если хотите Чтобы у вас было так же Все что вам нужно Это полюбить себя Это стать в себе уверенной И рассуждать как Оля Тогда все будет А если вы будете рассуждать Кому я нужна Тогда как Оля сейчас сказала Я так никогда не делала Я никого не искала Будете искать До тех пор Пока себя не полюбите То есть женщина Которая себя любит Она вот этого в памперсе Просто не встретит Она Ну он ей не интересен Потому что Элементарная вещь Что такое она себя любит Вернемся к нашим Золотым правилам Она же не хочет Делать то что не хочется Правильно Это же терпит Она же не то что любит Все это Это дерьмо Никому не нравится Вот то что мы сейчас Видим на картине Ни одна женщина А если еще и дети есть То нафиг я еще один Это взрослый ребенок Но она терпит Ради детей Ради брака Что она не одна Это она себя не любит А любящий себя женщины Говорит А я мужика хочу Я хочу чувствовать себя С ним женщиной Поэтому она естественно Это не возьмет Ну а мужчина то Который вот так себя ведет Он себя любит Вот казалось бы Человек который привык Что ему там не знаю Чайником стул подогревали Чтобы он Чтобы Не в этом дело Ты думаешь что он Это следствие Гиперопеки какой-то Не думаю Ну или такая картина Ты знаешь не любит Вот почему Инфантильность Инфантилизм Да Это не только Неспособность Брать на себя Ответственность Это еще и Состояние жертвы Что ты чувствуешь себя Ребенком Будучи взрослым То есть Кругом другие люди Решают за тебя И ты еще Часто бываешь На них в обиде Они неправильно решили Ну они Ну вообще Он же взрослый Он же хочет Как у любого ребенка Когда ему хочется Быть одновременно И взрослым И ребенком То есть Где его права Там я хочу быть взрослым Да Я не хочу идти спать Там в 10 вечера Например Мне там 10 лет Да А когда Иди вот Там пол помой Я еще маленький Мне там 5 лет Например Да Я еще Вот понимаешь Хочется быть как бы Взрослый человек Получает удовольствие От ответственности Он ее не только не боится Он за нее радуется Ему это приятно Значит можно любить себя Делать то что ты хочешь И не делать того что ты не хочешь Но при этом Получать удовольствие От ответственности Ответственность в хорошем смысле Это прекрасное чувство Что ты руководишь своей жизнью Что жизнь тебе подчинена Это твоя жизнь И ты делаешь все такое Как ты хочешь Конечно это прекрасно Что там бояться Радоваться надо Дело в том что Почти у каждой женщины за 30 Либо тараканы в голове Пишет Сергей Жуткие после неудачного брака Либо в глазах написано Нет денег проваливай Спросите у Михаила С этим то что делать Дорогой Сергей Во первых Другие кстати Слушатели и зрители У Сергея Какие то конфликты Отношения с женщинами Вот что я читаю В его послания Обида какая У него есть обиды Ну конфликт Реальный конфликт Он с женщиной Выясняет отношения За долгие годы работы В средствах массовой информации Я наслушался Миллионам звонков О том что им всем Деньги от меня нужны И так далее Квартира Прописка Чушь собачья Ой спасибо Миш говори Говори Мне так нравится Что им нужны На самом деле Я сейчас помню Что последний подруга С которой я расстался Который зарабатывал Намного меньше меня Когда мы с ней расстались На день рождения На прощание Подарил электропианино Тысяча за 2 долларов Зарабатывай при этом Подчеркиваю Намного меньше меня Это от чека зависит Если ты начинаешь Позиционировать Залаты как кошелек Ну так А у нас многие Так себя позиционируют Значит человек Себя как личность Не ценит А ценит себя У меня есть очень много друзей Достаточно богатых Да И они любят выпячивать Все это Они не скрывают Я даже А что должны выпячивать люди Которые не хотят быть Ни кошельком Ни начальником Ни чем то еще Красивые глаза Выпячивать вообще ничего не надо Потому что желание понравится Знаешь что такое желание понравится Мама я здесь Мама ты забыла про меня Я тут Обрати на меня внимание Кстати поведение любого бабника Это девушка Смотрите какой я остроумный Какой я классный Замечательный Вот у меня часы Вот у меня ботинки Вот у меня костюмчик А сейчас выйдем на улицу Я машину свою покажу К сожалению Это хвастовство Это попытка Я вообще говорю мама Да Потому что это из детства Тянутся проблемы Действительно Обратить на себя Женское внимание Что я из себя представляю Вот эти деньги Которые у меня есть То я только По всем за что жаловаться Да Она значит Ты таких выбираешь И такие на это собственно И ведутся Только зачем жаловаться Если ты вообще Не по этому делу Если ты Ну То есть какой рецепт Может быть Очень простой А ты будь естественным Веди себя нормально Не надо стараться Понравиться Не надо Выдавать себя за другого Не надо Вести себя Ну это Это прям Наши глаза бросается Кого я рассказываю Когда зато Мужики ухаживают Они же Ну периодически Выпадают В какую-то иную реальность И ведут себя по другому Чтобы ты потом сказала Слушай Вот он когда ухаживал Вообще такой парень был А такой козел Потом оказался Вот этих не было Зачарований Ведите себя сразу Нормально Татьяна пишет У меня следующая проблема Я считаю себя Довольно привлекательной девушкой Но частенько у меня возникают Какие-то мелкие комплексы То грудь не такая То лицо не такое То живот И так далее Особенно такие комплексы Возникают Когда смотрю на свои фотографии Смотрю в зеркало И чаще всего Когда смотрю в зеркало Чаще всего Себе нравлюсь Для меня это большая проблема Не знаю как от этого избавиться Ну а если Мы говорим о том Что Как зовут девушку Татьяна Татьяна Ей все не нравится В себе А там что Грудь, лицо Там что Остались только Ноги и задницы Ну что Полтуловище уже не нравится Что видно То это реальная проблема То есть это комплекс И она себе просто не нравится А если мы говорим Еще о женском состоянии Эмоциональном То ни для кого не секрет Что женщина менее стабильна Чем мужчина Мужчина То есть ее самооценку Легче сбить Да Вот я тебе так скажу Мужчина Он какого-то мнения О себе уже есть Да И очень сложно Его раскачать Очень сложно Потому что даже Если ему женщина скажет Что он там Я не знаю Полный козел Дебил Он так о себе не думает И она для нее не авторитет Он не будет пенять Свою точку зрения А женщина Даже без мужчины У нее настолько Эмоциональная сфера Такая знаешь Подвижная Да Сейчас ПМС началось А вообще себе не нравлюсь Да Завтра не с той ноги встала Плюс полтора килограмма Я себе страшно не нравлюсь Вот эти мелочи женские То есть избыточная эмоциональность Дает менее стабильную оценку себя Но если Татьяне стабильно не нравится Ее грудь лицо и так далее То это повод для похода к психологу Пусть люди даже могут записать Если им это нужно Сказать Если вы себя любите То вы всегда стараетесь делать то что вы хотите Вы стараетесь не делать то что вы не хотите Если вам что-то не нравится Вы говорите только Говорите сразу об этом Не копите в себе обиду Если вам кажется что с вами плохо себя ведут С вами плохо поступают Говорите о себе Мне это не нравится Или я это делать не буду Вот хотя бы такие простые вещи Запомните И будет вам счастье Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!